Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите канал Рыболов.ua И сегодня я хочу вам рассказать про такую замечательную катушку Это Shimano Ultegra 2017 года Перед этим Shimano выпускали Ultegra в 2012 году И вот сейчас через 5 лет вышла такая обновленная версия Ultegra Ну в первую очередь в глаза бросается такой обновленный, очень крутой, стильный дизайн катушки Как мы видим здесь и новый корпус по концепции Shimano Hagan Также мы видим здесь обновленный ротор 17-го Ultegra получила ротор как у 15-го Stradic Обновленная шпуля здесь с такими прорезями Также видим здесь на бортике есть защитное напыление Что увеличит срок службы и защитит также его в какой-то степени от механических повреждений Также Shimano Ultegra обладает новой облегченной ручкой от Shimano Такие ручки у Shimano появились только у катушек начиная с 2017 года Ну кноп у этой модели остался прежним Это Ultegra 2500 модель размер У тысячных моделей там тысячный C2000S Кноп уже обновленный как у 16-го Stradic например Но и у размеров начиная с 3000 и выше Кноп шимановский T-образный По техническим характеристикам, которые сообщает нам производитель Вес катушки 240 грамм Он как бы не изменился по сравнению с предыдущей моделью Нагрузка на фрикцион указана 9 килограмм И количество подшипников 6 штук То есть 5 шариковых, 1 роликовый подшипник Ну по дизайну друзья хочу сказать, что катушка выглядит очень круто Очень стильно Ну вообще просто бомба Даже вот фотки я смотрел Мне как бы очень удивился Мне очень понравилось По сравнению с предыдущей моделью Это очень круто Потом весной в Киеве на выставке я покрутил такую Ultegra новую С 2017 года также очень был приятно удивлен Сборкой, ходом И думаю, ну это круто То есть Шимана в плане катушек Да, не зря все обновили Это все чувствуется и в работе, и по ощущениям То есть по катушкам, конечно же Делают они шаг вперед Из особенностей, как я уже сказал Ultegra получила новый корпус Также новый ротор Он более жесткий, такой классный Также у этой Ultegra есть изменения по дужке лесоукладывателя К сожалению, у этой Ultegra она уже как у более бюджетных моделей раньше была Потому что на 12 Ultegra дужка такая была цельная Также мы видим здесь увеличенный Этот рычаг регулятора фрикционного тормоза Ну, начиная с 2015 года, да Эту штуку обновили И здесь еще отсутствует переключатель обратного хода катушки Начиная с 2015 года Шимана внедрили в свои катушки систему Core Protect Это система защиты от попадания в первую очередь воды Ну и также другого там мусора, пыли, грязи и тому подобное Поэтому отказались от этого переключателя Ну вот, я сейчас постоянно ловлю 16-м странником Я за две рыбалки привык, что нет этой штуки И ловлю, и внимания на него не обращаю Поэтому, по сути, получается, что он особо и не нужен Ход у катушки, друзья, тоже такой очень приятный Плавный, ровный По сравнению с 12 Ultegra разница ощутима Существенно Потому что я помню, тогда я купил 12 Ultegra в магазине за 3200 Кажется, да, летом я ее покупал Ну и там половил ей И, честно сказать, не понимал, да За что я отдал такие деньги Потом пришлось поменять эту катушку Но 17 Ultegra, хочу вам сказать, по всем этим показателям Значительно круче Ход лучше здесь Очень хороший ход То есть все отрегулировано Классно Как вы слышите Присутствует некое шурчание Во время вращения катушки Но это нормально Здесь много, да, всяких механизмов Трущихся друг об друга Поэтому, как бы, катушка бесшумно работать не может Ну и еще Насколько я знаю Читал отчет одного мастера Который делает ТО катушек В этой Ultegra всего два родных шимановских подшипника А остальные три Это подшипники стороннего производителя Так сказать И, может быть, это шуршание, да Также появляется из-за этих других подшипников Потому что шимановские подшипники работают, да Идеально А другие уже при вращении могут давать такое Некое шуршание Но это совершенно не критично, да Потому что это я сейчас, да Тут в 30 сантиметрах от себя Кручу катушку И она шуршит, да Когда я на рыбалке, там, понятно Мы катушку крутим Уже не возле уха, да Поэтому на такие вещи не обращаем внимания Главное, чтобы был классный, ровный, приятный ход, да Ну и все механизмы работали у катушки хорошо Такие, как там сброс дужки лесоукладывателя Там укладка шнура и тому подобное Вот, кстати, как видите, да Здесь намотан 0,4 шнур Супер-П По укладке все, ну, идеально Не прикопаешься Все очень круто, все очень ровно Ну, мы знаем, да, Шамана славятся Своей системой и укладкой шнура Поэтому здесь очень круто все Присутствует такой Минимальный конус обратный Ну, это как бы не критично Я даже знаю людей, которые Специально наматывают Подкладывают там Маленькие шайбочки Чтобы была намотка таким Обратным конусом Еще, что хочется отметить Это большой плюс ультегры Здесь стоит Классная, холоднокованная Главная пара Которая раньше стояла, например В катушках Рорениум 9 То есть, это Холоднокованная Главная пара С черным Защитным покрытием То есть, которая Придает и Большей надежности Нашей катушке, да Ну, и определенной Мощности Ну, и вот я думаю Да, чтобы где-то Сэкономить Чтоб цена ультегры Не выросла А ведь цена осталась На прежнем уровне Что у старых Что у новых Ультегр одинаковая Поставили новую Дорогую Главную пару Ну, а на подшипниках Решили сэкономить Но, тем не менее Подшипники Это, скажем так Расходный материал Да, они имеют Свой срок Службы Изнашиваются Поэтому, три подшипника Да, которые здесь Неоригинальные Вы всегда Там, через год Через два Можете поменять Даже На шимановские Японские Слава Богу Да, сегодня Эта возможность Есть Мастера, которые Делают ТО Без проблем Проведут Такую Процедуру Сделаны Эти катушки В Малайзии О чем Написано Да На задней Ножке Катушки Ну, бюджетная Душка Колесоукладывателя Немножко, конечно Утручает Но Тем не менее Проволка Здесь Стоит Уже Более мощная Поэтому Погнуть ее Там При транспортировке Или При падении Будет Гораздо Сложнее Кнопы Здесь вращаются На двух втулках Которые Вы Также С легкостью Можете заменить На подшипники Размер подшипников Вот тут Семь на три На два с половиной У меня даже Есть видео Да На канале Как Поменять Втулки В кнопе На подшипники Делается это Легко Быстро Подшипники В кноп Также можно Купить Сделать Все это Самому Вот Новая Облегченная Ручка Складывается Вкручивается Вкручивается В главную Пару Вот Эта Часть На ручке Выполнена Из пластика Но она Какой-то Нагрузки Не имеет Поэтому Стало Легче И Хорошо По дизайну В ручку Она в принципе Вписывается Хорошо Такая Пластмассовая Штука Фрикцион Тоже Очень Классный Тонкая Настройка Здесь Поэтому Под любую Рыбку Под окушка Даже Мелкого Под головля Под чучку Каждый Там уже Под себя Все может Настроить И ловить В свое Удовольствие Разбирать Катушку Я не буду Это Новая Катушка Там Как бы Обзоры Где катушки Разбирают Можете найти Ну вот Такой Подшпульный Механизм Да Тут Все Просто Как видим Защита От воды Тут Присутствует Также На фрикционном Механизме Да Под этой Ручкой Присутствует Здесь Резиновый Сальник То есть Система От попадания Воды Внутрь Полностью Внедрена Здесь Как в Страдиках Там В стеллах Четырнадцатых И тому подобное То есть С этим Все Круто Такая Друзья Шпуля Металлическая Полностью Легенькая Довольно Такие Также Резиновые Вставочки Насколько я знаю Есть там И на ручке И под этой Крышечкой То есть Система Чтоб вода Нигде не попадала И вот Еще на роторе Появилось Такое Новое Кольцо С надписью Core Protect Которая Также Защищает Катушку От попадания Воды Внутрь В общем и целом Друзья У Шимана Получилась Классная Катушка За те деньги Которые За нее Хотят Сегодня Ультегра Я знаю Стоит в районе 110-120 долларов Примерно так Катушка Обладает Хорошим Мягким Ходом Минимум Люфтов То есть С этим Так же Все Классно Надежно Новый Жесткий Ротор Усиленный Жесткий Корпус В принципе Вес Для 2500 Катушки Нормальный В таком Ценовом Диапазоне 240 грамм В руках Сильно Не ощущается Ход Классный У катушки Легенький Ровный Это самое главное Да Чтоб Ни на что Во время рыбалки Не отвлекаться Чтоб Ничто Нам Дискомфорт Какой-то Не привносило Так же Хочется сказать Что эти катушки Довольно Мощные Это не чисто Ультралайтовые Катушки Как у нас Большинство Привыкли Думать То есть В катушке В размере 2500 Спокойно Можно ставить На лайт До 15-16 Грамм Без проблем Тем более Здесь стоит Хорошая Главная Пара Которая Будет Служить Вам Верой И правдой Так сказать Из минусов Катушки Да Можно сказать Что Вот эти Подшипники Которые Шимана Поставили Сюда Неродные Они Могут Давать И вот Это шуршание Да Ну и Будут Служить Возможно Не так Долго Ну как Там За пару Лет Они Износятся И может Быть Их Придется Заменить А так Катушка Получилась Вполне Удачной Также Весь Механизм Перенесли Здесь В верхнюю Часть В корпусе Для лучшего Баланса Со снастью В общем Катушка Прикольная Кому Понравилось Это видео Ставьте Лайки Пишите Комментарии Задавайте Вопросы Какие Под видео Может о чем То я Не рассказал Но рассказал Чисто Свои Впечатления Делитесь Видео С друзьями В социальных Сетях Подписывайтесь На канал И До новых Встреч С вами был Павел И канал Рыболов Всем пока